...на всего на 19 сотых балла. На музыку Дэнни Эльфмана из кинофильма «Алиса в стране чудес» их произвольная программа. Вот они исполняют параллельный прыжок тройной Луц, но в короткой программе у них он был небезупречным, так же как и выброс тройной Луц, как будет на этот раз сегодня. «Алиса в стране чудес» На этот раз не идеально, но справились они с этим сложнейшим прыжком. «Алиса в стране чудес» «Алиса в стране чудес» «Алиса в стране чудес» «Алиса в стране чудес» А что-то не сложилось, поддержка не получилась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сорван был этот элемент, но за счет второй оценки, я думаю, что все-таки они... Ну, сейчас трудно сказать. Вот это, конечно, была очень серьезная ошибка. Да и тут еще тройной луц, который они исполнили, вроде бы посчитали арбитры недокрученным технические контролеры. Ну, во что это все выльется, сейчас трудно сказать, потому что все там предельно близко было после короткой программы. И сейчас канадцы могут быть и первыми, и третьими. Да, вот два таких серьезных момента для них. Это отсутствие поддержки, без элемента они остались, и, конечно, то, что тройной луц им засчитали с недокрутом. К этой паре, конечно, особое внимание наше, потому что они реальные претенденты на медаль на Олимпиаде в Сочи. Считывая их прошлый сезон, весьма успешный, где они стали бронзовыми призерами чемпионата мира, вышли в финал Гран-при, стали победителями турнира четырех континентов. Ну, вот сейчас может быть все, что угодно. Или первое, или второе, или третье. Ну, а тут посчитали орбитры недокрученным и исполненным небезупречным. Ну, вот все-таки показал, показал нам режиссер этот провал в поддержке. Ну, вот именно отсутствие этого элемента может сыграть свою роковую роль для канадской пары. Долго не выставляет орбитры оценки. Личный рекорд канадской пары 130,95 балла, показан на чемпионате мира последнем в канадском Лондоне. Ну, конечно, сейчас о таком результате мечтать не приходится. Ну, это начало сезона. Но сейчас вопрос стоит так, что если они будут, скажем, не первыми и не вторыми, а третьими, то это, в общем, затруднит им, будет проблема с выходом в финал Гран-при. Для того, чтобы выходить, нужно будет на следующем этапе занимать первое место. Но опять же, я немножко забегаю вперед. Давайте дождемся все-таки. Да, долго-долго не выставляет оценки арбитры. Кто-то там... Какие-то проблемы возникли. Да, всего лишь на всего 121 баллы, пять сотых. Расстроены они, потому что только третье в итоге. Только третье место. Так что надо все элементы выполнять, иначе вот такое неудача. Не спасла даже оценка за компоненты, очень высокая, от 8,2 до 8,5 баллов в среднем. И они только третьи.